в предыдущей серии. Свет, камера, мотор. Совет командиров ЧВК Вагнер принял решение. Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть установлено. Вы простите, не из того видео. Свет, камера, мотор. Неизвестные люди пересекли белорусскую границу и захватили административное здание в Смоленске. Говорит Евгений Пригожин, мы не террористы, мы не захватчики, мы не оккупанты. Мы, бойцы ЧВК Вагнер, пришли из Ирана и Палестины с одной целью – освободить Россию. 28 августа США подписали перемирие с Пригожиным, а 13 сентября в Смоленске был подписан мирный договор, по которому блок НАТО признавал границы новой России и суверенность ее народа. Владик Самосильский. И 12 июня войдет в историю России как День государственного объединения российского государства, несмотря на то, что некоторые земли России все еще оккупируются иностранными государствами. Настал 2025 год. Год, когда Россия смогла полностью объединить свои земли и освободиться от колониальной зависимости, в том числе присоединить без боя Украину с Белоруссией. Наряду с этим формируется Европейский Союз, как новая геополитическая сверхдержава, конкурирующая за мировое господство с Америкой и успешно поглотившая Норвегию и Швейцарией. В середине 2025 года в Сирии начинается гражданский конфликт, где антизападные повстанцы поднимают штыки вверх против западного пройтиства. Получая поддержку от России через Левант, интересы России смогли победить в Сирии, вытесняя с Ближнего Востока все американское влияние. Хоть блок НАТО и оставался сильным, и окружал Россию в прямом переносном смысле, на деле от поражения в Сирии противоречия внутри Альянса сильно разрастались, и каждый из их членов Альянса не хотел тратить баснословные миллиарды на их милитаризм. Но довольно правительство Канады и США со стороны Москвы спонсируя пророссийские митинги на Дальнем Востоке, Магаданская область в совмест с Чукоткой возвращается в родную гавань, в отличие от Приморья, Сахалина и Курейских островов, удерживаемых японскими империалистами. В 2026 году в Карелии-Преднестровье происходит референдум по возвращению состав России взамен о пактной нападении с ЕС и налаживании дипломатических отношений. Возрожденная Россия начала активнее и усерднее устанавливать дипломатические связи с африканскими военными хунтами, в особенности с суданским фашистским режимом, что в кенийском конфликте за два Бахмута получило российскую поддержку. «Хватит отмазываться тем, что вы хотите создать свою фашистскую партию в Кении». Опустошенность в тресе мировой, великая спецоперация в Кении и потеря влияния на Ближнем Востоке оказывают не то что геополитическую катастрофу, но и экономическую, образовав в Америке дефолт. Из-за огромного госдолга. В результате массового притока в США и Европу, неконтролируемой эмиграции из Африки, кенийцы начали творить суету, и всплеск преступности, ввиду бедности и необеспеченности мигрантов, лишь усугубили положение и без того бедствующего Запада. От анархии в обществе, само США опала в анархию гражданской войны, в то время как в Евросоюзе, словно в Советском Союзе, начали готовиться к развалу страны. В Британии к власти пришла партия независимости Соединенного Королевства, а в ЕСШ выходя из НАТО. Первыми странами из ЕС вышла Швейцария и Лихтенштейн, далее последовала Западная Беларусь и Украина с Прибалтийской Федерацией. В Румынии из тюрьмы сбежал диктатор, что тут же захватил в ней власть и прогласил независимость страны. Румынскому примеру тут же последовала Греция вместе с Югославией. Неделю спустя мощный удар был нанесен по центру принятия решений ЕС в виде города Берлин, где Немецкая Федерация, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия одновременно провозгласили свою независимость в военном альянсе Берлинский пакт. Не видя дальнейшего смысла удерживаться в строю, скандинавские страны объявляют о своей независимости, и оставшиеся страны ЕС объявляют о просформировании Союза, дав независимость Северной и Южной Италии, Тунису и Франко-Иберии. Именно на такой ноте завершается история Европейского Союза, не начавшись, словно развал СССР. Реакцией на развал ЕС стала экспансией России на запад страны, аннексировав Беларусь, Украину и Прибалтику. Далее последовало раздел Швейцарии Эльхтенштейна, ради поглощения ее экономики соседями, а в Центральной Азии сформировалась Центральная Азиатская Федерация, как противовес русской экспансии. 8 февраля 2028 года Россия без объявления войны вторгается в Японию, ожидая быструю и короткую войну. Под крик... Я тебе, пляща, вторую Хиросиму устрою, если не успокоишься! ...убивали японские солдаты из Владивостока. А 3 марта в городах Хиросиме, Нагасаки и Фукуоке были произведены те самые Хиросимы и Нагасаки, о которых предупреждал лично Пригожин. Весь мир стоял в ужасе и ахе, но никто не прокомментировал открытые преступления против человечества. В свою очередь глава страны указал крайне странный жест двумя пальцами и начал переговоры о мире с Японией. Под угрозой полного исчезновения с помощью язерного оружия, Япония соглашается, и по мирному договору она отдает России все Приморье, Сахалин, Курилы и Хоккайдо в обмен на свержение монархии в Японии и отказа от ее эмпиристических амбиций, вместе с заключением пакта и нападения с Японии на 170 лет. В своем публичном обращении перед всеми странами мира Пригожин призвал все ядерные державы отказаться от своего ядерного арсенала в пользу нового типа бомб, способных оставить вместо города пустыню без единой капли радиации. Все страны, кроме Индии и Афганистана, согласились, так как между этими двумя странами случился военный конфликт, который затем перерос, забив ядерками. Эта гуманитарная, национальная, демографическая и экономическая катастрофа вдвойне сподлила все нации с земли на проведение пацифистской политики по неразвязыванию войн. И в то время как целый миллиард населения оказался без своего дома и страны, Россия вводит войска на территорию Биробиджана, а Британская империя разваливается, в том числе теряя все свои заморские владения. Новые государства Англии и Шотландии вместе уступают в свой военный альянс к скандинавским странам. В то время как в России, при жизни Евгения Викторовича, Совет командировщего Кавагнера постановил, следует создать искусственный интеллект Пригожина, который на ровне с искусственным интеллектом Жириновского будет править Россией при возможной и потенциальной смерти первого. Говорит Евгений Пригожин, прошло более 175 лет с момента независимости нашей страны и изгнания интервентов. На 175-й год триумфа нашего движения мы смогли установить русский триколорум на Плутоне, официально его включив в состав России. Теперь это будет наша первая официальная колония, кое не было на протяжении всей нашей истории. Саместно с учеными из Африки, мы смогли разработать лекарства от всех болезней, а уровень жизни стал настолько высоким, что теперь мы в среднем живем не 115 лет, а 120. За этот год наше население выросло на 15 миллионов человек и наше население суммарно теперь составляет 1 миллиард и 500 миллионов человек. В случае, если нас будет слишком много на Земле, то будущие поколения будут жить на других планетах совместно с международными миссиями по покорению космоса. До 2225 года постанавливаю, мы должны колонизировать галактику Андромеда. Все нужные ресурсы для этого у нас есть, посему я верю в успех операции. Далее нам ничего не мешает исследовать концы Вселенной и поговорить с Господом Богом. Вот такой итог 200-летней партии за Россию Пригошина, в которой мы смогли выставить свою независимость, перехитрили врага и в конце концов победили, установили мир во всем мире и начали покорять пространство Вселенной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, Ну и конечно, большое спасибо всем моим спонсорам, что поддержали эту компанию.